Это наше время. Я Арина Шмидт. Здравствуйте. Главное сегодня, в среду, 15 января. Перевозчиков смертельного зелья за решетку. Областной суд вынес приговор контрабандистам из Казахстана. Они пытались провести через регион 22 килограмма героина. Чтобы священное купание прошло без ЧП. Рядом с крещенскими купелями впервые установят рамки металлоискателей и усилят охрану. По какому времени жить хорошо? Едешь на работу – темно. Приехал на работу – еще темно. Правительство страны намерено вернуть зимнее время. Хотят ли оренбушцы перевода стрелок? Технологии, спасающие жизнь. Каждый шаг, куда машина поехала, что она там делала, сколько она там стояла. То есть, как говорят, большой брат все видит. В Оренбургской ЦРБ машины скорой помощи оснастили системой ГЛОНАСС. И экстремальное развлечение. Полицейские ищут водителя, прокатившего пассажира необычным способом. Пора одеваться теплее. В МЧС предупреждают. Этой ночью в регионе заметно похолодает. По прогнозам синоптиков, температура понизится на 10 и больше градусов. В некоторых районах столбики опустятся до минус 19. Завтра днем 9-14 ниже ноля. На дорогах ожидается гололед. Впрочем, морозы надолго не задержатся. Уже в пятницу вновь потеплеет. Метеорологи обещают сильный снег и метель. С новой силой морозы ударят сразу после Крещения. 19 января в Оренбурге ожидается до минус 20 градусов. Правда, желающих окунуться в прорубь это вряд ли остановит. Подготовка к крещенским купаниям уже началась. Купели, как обычно, появятся в трех местах. На Урале, в районе пешеходного моста, с Акмарио спасательной станции и в поселке имени Куйбышева. Там по традиции обустроят места для переодевания, пункты питания и медицинской помощи. А на озере Коровьем появятся палатки с печным отоплением. Купели на этот раз сделают больше. В каждую оборудуют четыре входа вместо прежних двух. Ну и, конечно, особое внимание безопасности. Для этого в местах купания усилят охрану и впервые установят рамки металлоискателей. Будут дежурить полицейские и спасатели. Особо хочу подчеркнуть, что приступая к погружению в данный источник, необходимо быть трезвыми, не выпивать спиртных напитков. Это особо важно. Верующие должны погружаться в крещенскую воду с особым благословением, ведь это великая святыня. Точка в громком деле. В областном суде сегодня вынесли приговор двум контрабандистам из Казахстана. В марте прошлого года они пытались провести через территорию региона огромную партию героина, почти 22 килограмма. Несмотря на железные доказательства и единогласный вердикт присяжных, свою вину преступники так и не признали. Почему из зала суда Виталий Сапожников? Обнаружен в ходе осмотра специальный потайной люк для возможного быстрого извлечения свертков. Эту «Волгу» сотрудники правоохранительных органов задержали в марте прошлого года на трассе Оренбург-Самара. Чтобы вытащить наркотики, оперативникам пришлось воспользоваться болгаркой. Слишком мудреные тайники оборудовали контрабандисты. Улов рекордный. В 55 брикетах 21,5 килограмм героина. Габчук и Дерновой действия в умышленном составе организованной преступной группы, в которую входило неустановленное следственное лицо по имени Хасан Иджами, незаконно переместили через государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан в рамках Евразес. Наркотическое средство, содержащее ацетилкодин, 6 моноацетилморфин, дизацилморфин, героин массы 21 килограмм 570 грамм в особо крупном размере, расфособленных в 55 пакетиков, скрытых в тайниках, подарками задних колес автомобиля для последующего сбыта на территорию России. Схема трафика простая. Один ее участник еще в Киргизии добывает наркотик и заряжает машину. Два человека курьеры, а на территории России нелегальный груз встречает четвертый участник группы. До конечной цели маршрута Саратовской области контрабандисты не доехали всего ничего. Сначала сдержали курьеров, а через два дня и адресата. Один из участников банды по фамилии Дерновой сразу начал сотрудничать со следствием. Еще двое, приговор которым сегодня вынес областной суд, вину свою так и не признали. Оба подсудимых отрицали свою вину полностью, как в ходе следствия, так и в судебном заседании, в присутствии присяжных заседателей. Однако удалось доказать, что они виновны и тому свидетельство 12 человек сказали, что они виновны. Судьбу двоих подсудимых по их же просьбе определяла коллегия присяжных. Все 12 человек были солидарны, виновны. Наказание по 16 лет колонии строгого режима. Однако приговор злоумышленники, видимо, будут оспаривать. Тут просто пьяный человек все это наговорил и все. Мы не знали, я, например, не знал про наркотики, вообще ничего. Таким образом, за решеткой оказались три из четырех участников банды. Четвертый – организатор и вдохновитель своего предприятия некий таинственный Хасан. Об этой личности известно немного. Хасан – это неустановленное лицо, это житель республики Кыргызстан. Именно он организовал все это преступление, подыскал автомобиль, схожий с тем, что имелся в собственности у Дернового, спрятал наркотики, приобрел эти наркотики, спрятал в тайниках и координировал все действия как Дернового с Габчуком, так и Джамиева. Еще один вопрос. Автомобиль, забитый героином, проделал путь из Киргизии через Казахстан и почти всю Оренбуржию, а миновав при этом пограничный пункт. Но задержали преступников только в Бузулукском районе. Была ли это задумкой силовиков или злоумышленникам почти удалось выполнить свой план? Неизвестно. Виталий Сапожников, Дмитрий Журавлев. Наше время. Три года самостоятельных расследований. Сегодня свой третий день рождения отмечает Следственный комитет России. Напомню, состава прокуратуры ведомства было выделено в 2011 году. Задача его сотрудников – раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления, разоблачать тех, кто замешан в коррупции. Для оренбургских следователей 2013 оказался непростым. В прошлом году возбуждено больше 200 уголовных дел об убийствах, свыше 40 об изнасилованиях. Стало больше и коррупционных преступлений. Чаще всего в них фигурировали чиновники, сотрудники полиции, медики и преподаватели. Сегодня следователи принимают поздравления. Ну а уже завтра им вновь предстоит распутывать самые сложные дела. Одним из них может стать убийство в селе Тукая Александровского района. Там, 7 января, в собственном доме обнаружены тела 67-летнего мужчины и его 60-летней супруги с огнестрельными ранениями. Следователи не исключают, что к убийству причастен сын погибших Даниэр Даутов. В данный момент он скрывается от правоохранительных органов и объявлен в розыск. В следственном управлении ждут любую информацию о Даутеве. Сообщить ее просят по телефону. Номер сейчас перед вами. День рождения под арестом. Ректор Оренбургского государственного института менеджмента отметил свой юбилей в СИЗО. Олегу Сверидову сегодня исполнилось 60. На сайте ВУЗа появились поздравления коллег с пожеланиями крепкого здоровья и энергии для дальнейшей работы. По всей видимости, сотрудники учебного заведения ждут возвращения своего ректора. Напомню, Олега Сверидова арестовали 31 декабря за несколько часов до Нового года. Его подозревают в мошенничестве, связанном с выплатой стипендий. По мнению правоохранителей, в сентябре 48 студентов получили премию около 30 тысяч рублей каждый. А после секретарь Сверидова заявил, что произошла ошибка и потребовал деньги вернуть. Сейчас подчиненные ректора проходят по делу как соучастник преступления. Добавлю, что Олег Сверидов пробудет за решеткой как минимум до конца февраля. После будет решаться вопрос или о его освобождении или о продлении ареста. Стрелки часов поставят на место. Правительство России пообещало вернуть стране зимнее время после Олимпиады. Вечное лето, напомню, всех нас погрузил Дмитрий Медведев в октябре 2011 года. Тогда он ссылался на просьбы населения и стремительно снижающиеся удой коров. Нововведение не только лишило людей часа сна, но и омрачило и без того темные зимние дни. Медики устали повторять, что летнее время пагубно влияет на человеческий организм, ведь оно на два часа пережает природное. А народ устал гадать, почему власти решили остановиться именно на нем. Екатерина Киселева сегодня пообщалась с теми, кто очередного перевода стрелок ждет с замиранием сердца и попробовала выяснить, по какому времени на Руси жить хорошо. 8.25 утра. Солнце поднимется только часа через два, а оренбургские ученики уж час как на ногах. Ведь через пять минут у во всех школах города позвенит звонок на первый урок. Вот, кстати, и он. Растормошить в сонах младшеклассников пробуют зарядкой, но даже после двойной порции физических упражнений они все равно зевают и едва ли не засыпают стоя. Застучаться до полусонных первоклассников непросто. Именно поэтому уже третий год учителя ратуют за возраст зимнего времени. Ведь жить в летнем комфортно, разве что в дни летних каникул. Они просыпаются к началу третьего урока, то есть когда солнышко начинает заглядывать в окна школы, тогда дети начинают просыпаться и думать о учебном процессе. В основном перед ворог это сладко зевают, хочется спать, отдохнуть. Тем, кто постарше, поладить с летним временем еще тяжелее. Ведь оно обгоняет астрономическое на целых два часа. Так что вставая с постели в 7 утра, фактически мы просыпаемся в 5. Медики уверены, столь раннее пробуждение ничего хорошего не сулит. Темнота дана организму не для бодрствования, а для перезагрузки. И если он не успевает ее сделать, то начинает мстить. Отсюда депрессия, обострение хронических заболеваний или даже появление новых. По сути дела, тот час, который мы с вами не досыпаем сейчас, он как бы у нас украден. Из этого процесса восстановления нашего организма. И если он вернется, конечно же, несомненно, можно только будет порадоваться за то, что нам наконец-то вернут этот один час жизни. Требовать украденный час обратно и совы и жаворонки начали еще в 2011-м, сразу после перевода стрелок. Голос народу услышали только в прошлом году. Я понимаю и тех, кто хотел бы просыпаться, когда уже светло и ложиться спать, когда стемнело. Есть проблема с бизнес-сообществом, особенно с теми, кто работает с Европой. Есть проблема с болельщиками. Кстати о болельщиках. Вот они, наши родные. Опасно. Пошли, пошли. За рабочий день мои коллеги умудряются поболеть и за наших биатлонистов, и за наших хоккеистов. Но все самое интересное начинается ночью. Ведь сердца этих мужчин давно отданы нашим футболистам. Поэтому им перевод стрелок жизни украсил. Ну как можно пропустить Лигу чемпионов? А как после этого не проспать интервью? Вместо того, чтобы футбол начинался раньше в половину первого, а сейчас начинается в половину второго, это очень чувствуется. И досмотрев до конца матч, уже собственно нужно спать и не ложиться, а собираться на работу. А так будем больше спать. И меньше опаздывать. Несмотря на то, что ответ уже почти очевиден, мы все же обратились к оренбуржцам с вопросом, по какому времени жить хорошо. Утром очень темно. Организм не успевает перестраиваться. И вечером тоже неудобно. Но особой разницы я не почувствую. Уже сейчас как бы привыкли к этому времени. Поэтому не хотелось бы, чтобы сто раз все это менялось. Знаете, уже запутались. Не знаю, в каком времени жить. Сейчас едешь на работу, темно. Приехал на работу, еще темно. Не успели российские совы, наконец, пробудиться, возрадоваться и поблагодарить небеса за услышанные мольбы, как над переходом на зимнее время снова нависли мрачные тучи. Оказывается, информация эта вилами по воде писана. Накануне пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова опровергла появившиеся в СМИ сообщения об окончательно принятом решении. Так поставит ли стрелки часов на место? Окончательный и точный ответ нам даст только оно. Время. К другим новостям вооружились. В отдельную мотострелковую бригаду Оренбургской области поступили 7 новых беспилотных летательных комплексов. Застава, гранат и леер, так называются беспилотники, будут помогать артиллерии. Они предназначены для проведения разведки с воздуха, причем как днем, так и ночью. Кроме того, новые аппараты могут создавать помехи и подавлять радиоэлектронные средства соперника. Как сообщают РИА Новости, самые современные образцы техники поставлены на вооружение по государственным контрактам в рамках гособоронзаказа. Еще на тему приобретений на помощь скорой приходит космос. В Оренбургской центральной районной больнице внедрили в работу спутниковую систему ГЛОНАСС. Навигационными приборами оснастили все машины скорой помощи. Теперь перемещение медиков во время вызова под постоянным контролем диспетчеров. О том, как выручают космические технологии, Яна Корчик. Бригада скорой отправляется на новый вызов. Пару минут назад в диспетчерскую поступил звонок о срочной медицинской помощи. Только за один день сюда поступают порядка 50 сообщений от людей, жизнь которых находится под угрозой. Алло, скорая помощь? Слушаю вас. Поселок Зауральный? В этот небольшой кабинет стекаются звонки со всего Оренбургского района. В распоряжении диспетчера 12 машин скорой помощи, которые на экране монитора видно как на ладони. Я смотрю, где находится бригада по монитору. Но если на месте им передаю, нет, значит ближайший поселок, который есть, мы передаем, чтобы быстро обслужить вызов. С такими технологиями скорая помощь действительно становится скорой. По телефону диспетчер также может сориентировать бригаду и подсказать дорогу к больному. Система также удобна в случаях, когда выйти на связь с врачами не получается. Машина медика все равно остается в поле зрения. Теперь диспетчер видит на мониторе, какая бригада может добраться до больного быстрее всего. Здесь видно местоположение всех машин скорой помощи и, возможно, для кого-то этот момент вопрос жизни и смерти. Тем более, что в зону обслуживания центральной районной больницы входит 68 населенных пунктов. В таких условиях работы четкость координации просто необходима. Машины скорой помощи оснастили системой ГЛОНАСС еще в конце прошлого года, но результат уже налицо. Сейчас задержки обслуживания зоны значительно сократились. То есть у нас практически нет задержек до часу. То есть мы все вызовы обслуживаем до часу. И процент обслуживания вызовов, как положено, до 20 минут у нас на сегодняшний день практически приблизится к 90%. Ирина Хохлова работает в скорой уже 7 лет. Говорит, когда счет идет на минуты, система слежения здорово помогает. Для диспетчеров это настоящая палочка-вручалочка. Каждый шаг, куда машина поехала, что она там делала, сколько она там стояла. То есть, как говорят, большой брат все видит. Яна Корч, Константин Воробьев, «Наше время». Еще есть события среды. Парад медалей в областном историко-крывическом музее. Там сегодня вручали государственные награды от имени президента. По заслугам получили 12 оренбуржцев. Это ученые, аграрии, инженеры и артисты. Так кто прославил регион, знает Екатерина Тихоненко. В зале люди разных профессий, но всех их объединяет одно – любовь к своему делу. К примеру, Евгений Терещенко служит цирку 30 лет. Это он создает шоу-программы, которые с успехом гастролируют по всей стране, ничуть не уступая работе знаменитых братьев запашных. О Оренбургском цирке знают многие. Наслышаны теперь и в Кремле. В планах только развиваться. Это один из старейших цирков, но он не круглогодичный. Я думаю, что в этом году у нас уже начнется реконструкция этого цирка, он будет круглогодичным. Максимум усилий предложили. Получая свою награду, а Евгению Терещенко присвоено звание заслуженного работника культуры России, он лично заверил губернатора, что новому цирку в Оренбурге быть. Обещал новый цирк построить в Оренбурге. Еще медалью ордена родительской славы удостоили счета Айжановы. Впервые почетной грамотой президента наградили актрису драматического театра Наталью Панову. Благодарность главы государства дошла и до оренбургского ученого Петра Огородникова. Положительный настрой на будущее, нашу работу, о том, что все же нас не забывают, нас ценят. Это очень приятно. Государственные награды Российской Федерации начали вручать в 92-м году. С этого времени обладателями медалей, почетных званий и орденов стали сотни оренбургцев. Среди них и политические деятели, и простые сотрудники промышленных предприятий, педагоги, медики, ученые. Все вы самоотверженно трудитесь на благо Родины, и мы по праву гордимся вами. Награды дают ряд преимуществ и льгот своим обладателям, но главное, в чем сходятся их владельцы, их работа приносит пользу. Екатерина Тихоненко, Виктор Гришнев. Наше время. Оренбургский полицейский в одночасье стал отцом пятерых детей. Настоящее чудо случилось под Новый год. Правда, чудо не медицинское, родной в семье Гришиных только сын, а остальные дочки приемные. Супруги Владимира и Татьяна давно решили воспитать чужого ребенка, по всей стране несколько лет искали малыша, а нашли в Уфе четырех сестер. Потенциальных трудностей родители не испугались, и Новый год девочки встречали уже в новой семье. Сейчас они вовсю хозяйничают в большом доме Гришиных, места хватает всем, проблемы пока только со средством передвижения. Мы вообще хотим большую машину купить, чтобы все вместе ездить куда-нибудь. Все не помещаемся в одной машине. От трогательно позитивных новостей к спортивным они, кстати, тоже радуют. Вот, например, в Ижевске накануне стартовало первенство Приволжского федерального округа подзюдо. В нем участвуют юноши и девушки не старше 18 лет. Побороться за медали приехали почти 300 человек из 14 регионов, в том числе Оренбургской области. А вторник на турнире разыграли первые 8 комплектов наград. Две медали достались нашим спортсменам. Серебро и бронзу завоевали Андрей Самойлов и Рулан Умбетов. Что еще позитивного в мире спорта, узнаем у нашего обозревателя Сергея Тыщенко. Владельцы «Опель» и «Шевроле» уже сумели оценить все преимущества официального дилера «Легион Авто». Ведь это полный спектр услуг по продаже автомобилей. Страхование, кредитование и трейд-ин. Это профессиональный сервисный центр, где выполняется качественный кузовной и механический ремонт. «Легион Авто». С нами вы приобретете именно то, что ищете. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Еще три очка в копилку. Урский Южноурал блестяще проводит первую в новом году выездную серию игр чемпионата высшей хоккейной лиги. Вслед за Волжской рядой накануне был повержен и нефтяник. Матч прошел в Альметьевске во вторник вечером и завершился убедительной победой южноуральцев 3-1. Арчане открыли счет на исходе десятой минуты старта в отрезках встречи. В большинстве отличился Вячеслав Андрющенко, воспользовавшись отличной передачей Вадима Рифеля. Во втором периоде гости развили успех. За нарушение против Александра Евграфова в ворота нефтяника был назначен булит, который сам пострадавший и реализовал. Спустя всего 36 секунд сине-белые огорчили Юрия Петрова в третий раз и вновь сработала связка Рифель-Андрющенко. Хозяева на это ответили шайбой Владимира Байкика. Больше голов зрители не увидели. В итоге 3-1 Южный Урал. Курс на Новосибирск. Нефтяник готовится к очередным календарным матчам чемпионата страны по-любому среди мужских коллективов высшей лиги А. Встреча 11-го тура Оренбуржцы проведут на выезде. 18-19 января наша команда сыграет в гостях с дублерами новосибирского локомотива. Несмотря на то, что в турнирной таблице российского первенства соперников сейчас разделяют 7 позиций, готовятся нефтяники к противостоянию с сибиряками очень серьезно. Еще свежи в памяти сверхупорные поединки команд в сезоне 2012-2013. В нынешнем чемпионате пути соперников еще не пересекались. Первое свидание противоборствующих сторон состоится уже в ближайший уикенд. Болеем за наших. И пока это все новости спорта. До встречи. Светильники, которые удивляют. В Оренбурге открылась первая в городе студия современного света. Здесь нет привычных люстр и бра, только дизайнерские модели. Одними из первых новинку оценили наши корреспонденты. Когда свет не просто оттеняет интерьер, а готов его формировать. Студия современного света «Люмье» представляет уникальную коллекцию. Здесь изменят ваши представления об освещении раз и навсегда. Модерный хай-тек, неожиданные формы и креативные дизайнерские решения. Эти светильники удивляют и привлекают внимание. В нашей студии представлен большой ассортимент светодиодных, галогеновых, люминесцентных светильников, люстр, торшеров и бра. Здесь вы, несомненно, найдете вариант для самого замысловатого интерьера. Высокие торшеры для квартир-студий, встраиваемые и подвесные светильники для ультрасовременной кухни и даже уличные для авторского ландшафтного дизайна. Продукция фирмы «Люмье» – это удивительное сочетание необычных форм, исключительного качества и функциональности. Светодиодные светильники являются экологически безопасными, энергозаберегающими, долговечными, искореняют мерцание. Приходите, мы поможем сделать ваш дом уютнее и светлее. И что немаловажно, любой товар со склада по вашей просьбе доставят в магазин в течение часа. Так что, если вы дизайнер или ценитель изысканных авторских интерьеров, вам сюда – в студию современного света «Люмье». Запоминайте адрес – улица Солмышская, 36, «Люмье». Свет, который удивляет. Сейчас информация от городских электрических сетей. В четверг жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина – ремонтные работы. Перебои со светом возможны и в пригороде. Название улиц, где будет отсутствовать электричество, на ваших экранах. Уточнить их можно по телефону 56 83 38 или 98 48 48. Ну и напоследок занятная история. В Оренбурге любители зимних забав устроили катание на санках. И теперь их разыскивает полиция. Снежные развлечения законом не возбраняются. Но молодая компания решила добавить санкам лошадиных сил и задействовала автомобиль. В момент особого драйва лихачи попали в объектив камер системы видеонаблюдения. На съемке хорошо видно, как они нарезают круги по улице Новой. Задержать экстремалов на месте стражам правопорядка не удалось. Компания унеслась в ночь, не дожидаясь полиции. Теперь участников забавы ищут, ведь, по сути, водитель автомобиля нарушил правила перевозки людей. А это карается административным штрафом. А вот пассажиру санок ответственность не грозит. Ему достались одни удовольствия. И на этом все. О том, чем запомнится четверг, завтра расскажет Юлия Гафарова. Счастливо! Счастливо!